Золотой голос Грузии, так называют на родине, эстрадную певицу Тамару Гверцетели. Вокальным талантом народной артистки восхищаются миллионы поклонников, но немногие знают, что своей карьерой и успехом Тамара во многом обязана маме, и Невладимировне Кофман. Они редко появляются на телевидении вместе, но в преддверии Международного дня матери согласились дать нам совместное интервью. Мама всегда понимала, чем я занимаюсь, и всегда с предельным вниманием относилась, как я только что-то воспроизводила в своей жизни. Мама хотела, чтобы я это развивала, и на второй же день это все попадало уже в зону такого развития. Не просто, что ребенок что-то случайное произнес, спел, сыграл. Это уже ставилось на такой академический уровень изучения. Вы знаете, дома был как анекдот, кто не приходил из гостей. Ее отец говорит, Владимир Абрамович, кем будет Тамара? Певицей. Ну, если я скажу, вы не поверите, ей было пять месяцев тогда. В девять месяцев она уже спела песенку такую грузинскую, детскую. А потом уже в годик она читала стихотворение большое Некрасова на русском языке, пела романс и старалась так держать ручки, как артистка. Она считала, что так держит руки артистка. Вот так начиналось это то, что нельзя было не заметить. В пять лет она стала подбирать мелодии, зажимала все четыре пальца в кулачок, и этим одним пальцем говорила, что остальные мешают, и подбирала мелодии, начиная с элеграмной и заканчивая любой мелодией. Она подбирала вот с пяти лет. Большое влияние на творчество Тамары Гверцители оказывала ее семья. Мама певицы вспоминает, какой трагедии обернулась для дочери новость о разводе родителей. Знаете, что мы в семье старались этой темы не очень касаться, причем они не были брошенные дети. Когда мы были в Тбилиси, он каждый день приходил и каждый день их навещал. Каждый день их видел. И не мог не видеть их. Ну, сейчас это вынужденные такие обстоятельства. Ну, тяжело, конечно. Как это бывает в детстве. И как эта обида, которая причиняет кто-то из родителей, и боль остается навсегда. Они, как родители, конечно, им хочется, чтобы она исчезла. Но так не бывает. Как человек, конечно, я глубоко эмоциональна, иначе я не смогла бы петь и выражать звука. А двести метров над землей весна на облаках дожди. Цветная радуга, твои глаза, Мой аринсин любви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова